Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жубкаев и сегодня в выпуске. Закон о раздельном сборе мусора, как он работает и как правильно утилизировать пластик, батарейки и другие виды отходов. Кто интереснее оформить фасады зданий, в Черкесске стартовал конкурс, по итогам которого определят самые креативные работы. Программа госсубсидий на ипотеку многодетным семьям продлена до 2024 года. 450 тысяч рублей могут получить семьи, в которых до 31 декабря следующего года родился третий и последующий ребенок. Искусство, наука и спорт – все это игра в шахматы. Международный день шахмат юные и уже знаменитые ребята показали мастер-класс. Дорога будет шире и комфортнее. На 12-километровом участке подъезда к Черкесску со стороны Невиномыска начаты работы по расширению дороги до четырех полос. Речь идет об отрезке от съезда в село Садовое до пересечения улиц Ставропольской и набережной Черкеска. Стартовал ремонт мостов через реку Дамба-Юльген и Аманауз. Глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов выразил благодарность руководителю и коллективу управления федеральных автомобильных дорог Кавказ за многолетнее плодотворное сотрудничество. Два года назад в России стартовал переход к раздельному сбору мусора. В рамках программы должны быть оборудованы пункты, оснащенные тарой с маркировкой, обозначающей типы отходов. Система раздельного сбора мусора – это забота об экологии и стимуляции отечественного производителя. Как правильно утилизировать пластик, батарейки и другие виды отходов. Для чего предназначен раздельный сбор мусора и что делают власти республиканской столицы для улучшения экологии. Подробности у Али Баташева. Пластик, стекло и несортируемые отходы. Для каждого наименования свой цвет. Три контейнера для разных видов мусора предназначены для его раздельного сбора. Цель – улучшить экологию и повысить культуру обращения с отходами, говорят инициаторы установки контейнеров. Смысл как раз таки в том этого проекта. Проект называется «Культура обращения с отходами», который реализуется при поддержке фонда президентских грантов нашей организации уже второй год с 2021 года. И смысл этого проекта в том, чтобы напомнить человеку, каждому из нас, каждому члену общества о том, что мы ответственны за свои отходы потребления. И что, как минимум, что мы можем сделать, это хотя бы отсортировать их, сдать раздельно и там уже направить на переработку. А дальнейшая их судьба уже, как говорится, в руках переработчика. В Черкесске в рамках проекта «Культура обращения с отходами» уже установлено несколько контейнеров для трех видов мусора. Кроме того, во многих дворах многоквартирных домов рядом со стандартными контейнерами есть и специальные, предназначенные для пластика. Основные базовые правила изучить виды пластика и, ну, по крайней мере, те, которые можно сдать в переработку. Это ПЭТ-единичка, двойка, шестерка – это в которых десерты, там, видели, да, наверное, торты всякие пробаются и так далее. Собирать их, отдельно собирать пакеты, как пакеты и пленку упаковочную пластиковую. Это все сдается в переработку. Из этого всего, вот, например, в городе Черкесске не так давно в этом году открылся завод по переработке, ну, не завод, там мини-цех, наверное, скорее даже завод, это так масштабно звучит. Цех по переработке пластика, пленки, пакетов и производят мусорные пакеты. В отдельных магазинах, например, в «Чистой планете» пластику дарят вторую жизнь. Жидкое мыло, гели, чистящее средство – здесь разливаются в тару покупателя. У нас уникальный проект. Мы за то, чтобы снизить потребление пластика и хотим, чтобы в каждой семье люди поддержали наше движение. То есть не выкидывали использованную тару, а приносили и наполняли эти бутылки, освободившиеся, нашей бытовой химией, которая шикарного качества. Среди коммунальных отходов особую опасность для экологии представляют обычные батарейки. Для них предусмотрен особый порядок утилизации. Батарейки относятся к первому классу опасности. Соответственно, их утилизация в нашем регионе невозможна. И данную функцию выполняет Минприрода. Обратившись к ним, благодаря нашим партнерам «Онгосфера», мы открыли у себя пункт приема батареек. И, соответственно, каждый желающий может прийти и сдать батарейки. Высадка деревьев, раздельный сбор мусора – это важные экологические акции, которые помогают сохранить природу и улучшить жизнь всей планеты, говорят представители организации «Биосфера». Кстати, уже к осени контейнеры для раздельных видов мусора планируют установить около школы республиканской столицы. Али Баташев, Ислам Уромов, Вести Карачаева, Черкесия. Черкесский стартовал конкурс, по итогам которого будут определены наиболее интересные оформления фасадов зданий и прилегающих к ним территорий. Городские власти заявляют, что сами жители региональной столицы смогут выбрать лучших с помощью голосования на портале «Активный горожанин». Ослагаем их успехов в этой номинации в репортаже Артура Мкце. Несколько лет назад в Черкесске уже делали попытку заинтересовать горожан украшать фасады своих строений и прилегающие к ним территории. Накануне новогодних праздников коммерсанты наряжали как сами магазины, так и находившиеся рядом деревья. Постепенно идея превратилась скорее в повинность. Нынешний конкурс, инициированный мэром Алексеем Баскаевым, предусматривает иной формат как участия, так и поощрения. Тем более, что в сентябре предстоит празднество в честь столетия Карачао-Черкесии. А значит, и ее столица должна выглядеть нарядной. Мы хотим привлечь предпринимателей к этой работе, чтобы фасады их зданий, их предприятий, их магазинов, кафе, ресторанов, они были украшены. То есть, это не значит, что надо прикладывать огромные к этому усилия. И вот в положении о конкурсе все это сказано. Украсить здание можно светодиодными лентами. Территорию, прилегающую к этому зданию, можно благоустроить. Чтобы принять участие, предпринимателям необходимо сделать фотографии до и после наведения марафета. Затем загрузить их на портал мэрии Черкеска «Активный горожанин». Лучшие будут определены простым большинством отметок от интернет-пользователей. Лауреаты конкурса получат денежные призы от 50 до 100 тысяч рублей. Предполагается, что креативное состязание станет ежегодным. Поэтому создаваемая руками коммерсантов красота будет радовать горожан не только на время праздников, но и в дальнейшем. Впрочем, чтобы ощущение от нынешнего юбилея Карачао-Черкесии было действительно торжественным и запоминающимся, жители хотели бы и во дворах видеть комфорт и порядок. Где-то их создают своими руками. А по адресам, где трудились строители, люди изначально верили, что им сразу предоставят полностью благоустроенные территории. Таисия Николаевна – мама Героя России Виталия Бугаева, погибшего при исполнении служебных обязанностей в 2000 году. Женщина проживает в Черкесске по Международной 85. Говорит, что была рада за многочисленных деток двора, когда строители начали преображать облик, прилегающий к нескольким домам территории. Установили спортивную площадку, игровую зону для малышей и многое другое. Поставили. Но видите, ограждение. Вот они штыри. Это травматически для детей. Дети начинают лазить по этой решетке. Столько уже мячей здесь побито. И детям, как говорится, хоть говори, хоть не говори, все равно они будут лазить. Значит, это будут травмы. Теперь у нас нет ворот футбольных. У нас нет для баскетбола этих колец. Жителям пообещали до конца года исправить недоработки подрядчиков. Но если нехватку колец и ворот еще можно некоторое время потерпеть, то отсутствие элементарной безопасности уже стало причиной десятков порванных мячей и незначительных повреждений у играющих на площадке детей. Ребятишкам не объяснишь, что огороженная территория не приспособлена до спортивных развлечений. Городские власти постарались оперативно отреагировать на эту проблему. И уже через день после нашего пребывания на Международной 85 сообщили, что отправили на место ремонтников сделать игровую зону безопасной. Впоследствии предполагается создать всю территорию комфортной для населения. В том числе заменить непонятно откуда взявшуюся здесь старую карусель, которая, ко всему прочему, даже не вертится. А также подумать надо об устройствах тротуаров, которые при реализации проекта куда-то исчезли. Чтобы облик города был красивым и ухоженным, все заинтересованные в этом сторону должны приложить максимум усилий. Все решаемо. Было бы желание. Артур Махце, Олег Молхожев, Вести, Карача, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. КОНЕЦ В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах сильный, ночью и утром туман. Ветер северо-западный 6-11, температура ночью 11-16, в горах до плюс 11, а днем 22-27 градусов тепла, и местами до плюс 19. В Черкесии кратковременный дождь, днем гроза, ветер северо-западный 6-11, температура ночью 14-16, а днем 24-26 градусов тепла. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли острой хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль, мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Окна в рассрочку! Оконный комбинат 8-938-333-90-00. Умею и хочу учиться. Поэтому с 10 класса я в университете. Работаю с настоящими учеными. Заканчиваю школу нового типа в ВСКФУ и собираюсь стать студентом. Стать студентом. И хочу стать студентом. Прием в школу нового типа в самом разгаре. Программа госсубсидий на ипотеку многодетным семьям продлена до 2024 года. Субсидию, предоставляемую государством в размере 450 тысяч рублей на выплату ипотеки, теперь смогут получить семьи, где третий или последующий ребенок родится или будет усыновлен в 2023 году. Прежние правила госпрограммы предусматривали субсидии только многодетным семьям, в которых очередной ребенок появился в период с 2019 до 2022 года. Данную выплату разрешено использовать в счет частичного или полного погашения ипотечного кредита, оформленного до 1 июля 2024 года. Раньше программа действовала до конца первого полугодия 2023 года. Делать выводы из ошибок, изучить стиль игры соперника – важные правила интеллектуального единоборства, соблюдение которых помогает человеку. Ведь шахматы – модель жизни. Сегодня Международный день шахмат. К этой дате и в рамках празднования столетия Карачаева-Черкесии в республике провели два турнира – первенство СКФО и этап Кубка России по шахматам в различных возрастных группах. С юными шахматистами и с тренером встретилась Алла Динаева. Возможно, они будущие гроссмейстеры. Молодые ребята давно и серьезно увлеклись шахматами. Но уже сейчас Илья Салиев и Роман Казаков – неоднократные чемпионы республиканской столицы по шахматам в своих возрастных группах. Роман – ученик 10-го класса. Уже год живет в Петербурге, но до этого в Черкесске много лет занимался в шахматной школе. В шахматах можно пережить все. Можно пережить и волевую победу, можно пережить и очень обидное поражение, которое, мне кажется, в жизни все равно и там будет. Мне нравится переживать каждую партию как отдельную жизнь. В пресс-центре ГТРК Карачаева-Черкесии состоялась дружеская блиц-игра Романа Казакова с Ильясом Малиевым, который весной уже в третий раз стал чемпионом Черкесии среди 14-летних шахматистов. А занимается он в шахматной школе с пяти лет, куда привел Ильяса отец. Вот ты сегодня показал прекрасную игру. Вот расскажи, как получается вот так играть? Я не знаю. Михаил Юрьевич и Сергей Чеслаевич, мои тренеры по шахматам, они привили мне любовь к шахматам, научили меня играть. Я считаю, что главное правило в жизни и в шахматах – это всегда перед каким-то действием нужно обдумывать поступок. А скажи, дома с кем ты играешь в шахматы? Дома я раньше играл с дедушкой и с папой. Сейчас я обошел их уровень. Во время шахматной партии задействуются оба полушария человеческого мозга и используется и логическое, и абстрактное мышление. А главное и нужное правило в игре и в жизни? Ну, не подумал, первое правило. Не подумал – не ходи, не играй. Или по-английски first thing, then do. Вначале думай, потом играй. Не трогай фигуры, прежде чем ты не уверен в своем ходе. То есть вот это вот просчитать цепочку ходов, алгоритм и осознанно идти на свой план. Как и в жизни. Сделанные ходы обратно не вернуть. Если ты будешь делать ходы с громким стуком от доски, они не станут лучше. И вот важный третий. Один ход может испортить десятки, сотни предыдущих правильных, хороших ходов. Всех с праздником, всемирным днем шахмат. Я поздравляю и шахматистов, а тем, кто еще не взял от этой игры то, что он может взять. Ну, прийти к этому. Шахматы непревзойденные – тренажер для человеческого интеллекта. А обыграть действующего чемпиона по шахматам Черкесска Ильяса Алиева не так-то легко. Поставить мат королю противника на 64-клеточной доске – цель игры в шахматы, в основе которой лежит многоуровневая логика. В шахматы играют во всем мире и еженевно проводится более 60 миллионов игр. Алла Динаева, Мухаммед Ашибоков, Вести, Крачево, Черкесия. Это все Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите «Вечер с Владимиром Соловьевым». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин